Ой, друзья, хотите, бейте меня, возможно, ногами, но не сдержалась я. Ну, когда же вы, наконец, научитесь? Не знайте, как правильно. Лучше ничего не говорите. Я, как начиталась комментариев по происхождению еврейских слов одесского языка, наржалась от души. Итак, маленький ликбез. Многие слова одесского языка, пришедшие к нам из языка идыш, не надо пытаться разложить по полочкам или перевести интуитивно. Либо вы знаете их перевод, либо спросите, пожалуйста. Итак, сегодня остановлюсь только на двух из них. Это бекицер, слово, произошедшее от ивритского слова бекицур в сокращении, коротко, да, как-то так в этом значении. Короче, да, как говорят у нас в русском языке, короче. Слово шлемазл, чисто и дышиское, не надо его раскладывать на шлема и мазл. И это не дурень. Шлемазл, это человек, да, вот есть понятие мазл, это счастье. Есть шлемазл, это тот, которому, ну вот, не везет. Неудачник, говоря по-русски. Да, поэтому, когда говорят, боже, он такой шлемазл, ну, на каждом шагу. Ну, еще есть такое слово герутинер, да, что на каждом шагу его подстерегают какие-то приключения. Ему не везет. Ребяточки, лучше спросите, чем утверждайте то, в чем совершенно не разбирайтесь. Sorry, но не удержалась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...